Всем привет! Сегодня на канале будет немного необычное видео, и перед тем, как мы начнем, я бы хотела немножечко вам все объяснить. Как вы уже знаете, в Лос-Анджелесе очень дорогая аренда, и мы задумали, что, возможно, стоит озадачиться поиском своего жилья и платить чуть большие деньги, но за счет своей ипотеки, чтобы не сливать бабки в чужой карман. Так вот, дело в том, что у моего мужа компульсивное расстройство, и он постоянно смотрит недвижимость, и началось это еще задолго до того, как мы переехали в Америку. И смотрит он просто совершенно все. Он смотрит то, что ему по карману, то, что ему не по карману, то, что находится в странах, где он даже не собирается жить. Просто везде. Такое вот у человека хобби. Если честно, последние месяцы я чаще его видела на сайтах с недвижимостью, чем играющим в какие-то компьютерные игры. Поэтому, в основном, благодаря ему мы решили поездить и посмотреть это все своими глазами, а не просто на картинках в интернете. Ну, я и подумала, раз эти просмотры ничего не стоят, и существуют такие люди, как мой муж, то можно показать это на своем YouTube-канале. Мы объездили огромное количество разных объектов в разных концах Лос-Анджелеса, и это оказалось совсем непросто. Смотрели мы даже то, что изначально по фото было понятно, что нам не подходит, но делали мы это для общего понимания. Расскажу вам немного о критериях того, что мы сейчас ищем. Первый критерий – это минимум две ванные комнаты, и чтобы одна подходила для мытья нашей любимой собаки. Второй критерий – это где-то две-три комнаты, одна будет спальня, другая будет съемочная, и третья – кабинет. Ну, и какая-нибудь из них впоследствии может стать детской. Третий критерий – очень важный для меня – это много естественного света. Желательно, чтобы квартира была на солнечной стороне хотя бы половину дня. Потому что, если честно, мне в последнее время вообще не везло на такие квартиры. Еще в момент, когда я снимала, пыталась найти хорошую квартиру в Москве, в Питере, как-то так получалось, что все квартиры, которые мне предлагали, они были очень темные. И эта проблема меня преследует по сей день. Четвертый пункт – это хороший ЖК и хороший район. Как-то так получилось, что плохие ЖК я не очень люблю. Пятый критерий – мне бы очень хотелось, чтобы у меня была гардеробная комната. На самом деле, не очень важен ее размер, потому что здесь у нас небольшая гардеробная, но мне просто как-то я уже отвыкла от шкафов, и мне нравится, когда все висит вот так вот сразу перед глазами. Ну и последний, шестой пункт – это бассейн. В Лос-Анджелесе очень жарко, поэтому в нашем ЖК бассейн есть, и я к этому очень быстро привыкла. Вот. И это, в принципе, вписывается легко в тот бюджет, который мы обозначили, поэтому этот пункт я тоже всегда помечаю галочкой. Суммарно мы где-то около недели потратили, ездили, смотрели различные объекты, и я подумала, что будет прикольно вас взять с собой. Поэтому приглашаю вас на все эти просмотры. Ку-ку. Мы сегодня поедем, правда, уже второй раз, первый раз мы не стали брать вас с собой, но я решила, что это будет все-таки интересно. Мы поедем смотреть недвижимость. Не то, чтобы мы были готовы к покупке. Просто Даня много лет очень хорошо работает, усердно. Просто даже не финансово, а морально. То есть мы задумались, потому что квартира стоит достаточно недешево, которую мы арендуем. И как бы вот этот момент, что тебе не хочется все-таки в чужой карман ежемесячно отстегивать некоторую сумму. Мы задумались, может быть, может быть, пора приобрести что-нибудь свое, но... Помогите! Но! Это не совсем выгодно. Что-то свет там включил. А? Почему-то свет там включил. Чтобы эффектно было. В общем, да, мы просто пытаемся понять, нет ли больше смысла в том, чтобы, возможно, платить ежемесячный взнос по ипотеке. Но тут такой налог, ребята. И вы закачаетесь просто. Даже если вы выплатите это все, это будет упорительным. Ты, по сути, просто платишь кучу денег за недвижимость, чтобы у тебя была скидка на ежемесячный платеж. Мы вам уже показали два самых контрастных таких райончика. Ну, скидров мы там не будем ничего снять, хотя там, наверное, налог поменьше. И показали вам Беверли-Хиллз. Сегодня у нас не будет объектов на Беверли-Хиллз, но у нас будут объекты в хорошем районе, в котором мы уже, да, живем? Да, у нас все Вестхолливуд. Вестхолливуд. И мы посмотрим, по-моему, квартиры. И Таунхаус. И Таунхаус. Таунхаус. Четыре объекта. Мы уже в прошлый раз посмотрели шесть объектов, но шесть объектов за день, если честно, это трошанина. Приехали к первому объекту. Ехали минут 13 от нашего дома, то есть он очень близко. Уже вижу, что рядом есть всякие кафешки. Это очень хорошо, потому что много отсеивается объектов, которые мы смотрим, из-за того, что в шаговой доступности нет, допустим, того же самого хотя бы Старбакса, потому что я очень люблю ходить пешком. И мне важно, чтобы я ногами могла докуда-нибудь дойти. Это Сенсет Бульвар. Здесь рядом Comedy Store. Буду ходить туда часто, шутки, чтобы ездить. Хорошая локация. Даже если я просто сяду за руль и буду водителем, мне все равно хочется иметь возможность докуда-нибудь дойти. В общем, смотрим первую квартиру. Прикольно вроде пока выглядит. Да, хороший. Community location, конечно, супер. Здесь бассейн. Там, я думаю, фитнес-рум. Да, и HOA здесь 1240. Итак, здесь потребуется небольшая сноска для того, чтобы вам в дальнейшем было чуть более понятно, о чем мы говорим. Часто вы будете слышать об ежемесячных взносах, которые называются HOA, что переводится как Home Owner Association. По-русски это называется товарищество собственников жилья. Состоит это, собственно, все из самих жильцов. И каждая квартира, которую мы смотрели, имеет такой ежемесячный платеж. На что он идет? Идет он на контроль внешних функций дома, то есть крыша, газон, бассейн, зал, детские площадки. Все, что находится, собственно, на самой территории вашего дома. Люди сами выбирают главных по дому, собственно, из самих жильцов, и они уже грамотно распределяют весь этот бюджет. Как мы выяснили, когда нам понравится какая-либо квартира, и мы решим ее купить, нам дадут огромную стопку документов, связанные с финансами этого ЖК. И самая важная сумма из всех этих документов, это сумма, которая хранится у вашего ЖК на непредвиденные обстоятельства. То есть с каждого ежемесячного платежа они должны какую-то часть откладывать. То есть если планируется что-то глобальное, починить или, я не знаю, землетрясение, все разрушится, они должны взять деньги оттуда для того, чтобы все это исправить. Что может тут насторожить? А насторожить тут может то, если эта сумма, которая должна быть на хранении, очень маленькая. То есть если произойдет что-то непредвиденное, не знаю, не дай бог, какое-то землетрясение, или нужно будет глобально, не знаю, заменить весь пол во всем ЖК, сумма должна взяться оттуда, но если ее будет не хватать, то она поделится среди всех жильцов и будет дополнительной оплатой, включая HOA, который вы и так должны платить. А эта сумма может быть огромная, я не знаю, там 15 тысяч долларов. Поэтому, когда мы смотрели все квартиры, мы спрашивали, ага, вот пол мы видим у вас старый, вы планируете его менять и когда? Потому что есть вариант того, что мы, не знаю, мы заедем и с нас еще возьмут за это деньги. В общем, это, короче, такой нелегкий процесс. В среднем HOA стоит где-то около 500 долларов, но это оказалось достаточно редким явлением, ну, по крайней мере, у нас, потому что у нас они доходили и до 2000 долларов ежемесячно. Есть еще один интересный пункт, связанный с этим HOA, это собрание жильцов, потому что на этих собраниях они ведут конспекты. И, в принципе, вы можете взять эти конспекты, если вы решили купить эту квартиру, и посмотреть на них, какие есть проблемы. То есть, примерно, вы можете предположить, с чем вы столкнетесь. В общем, вам такая небольшая краткая информация про это HOA, думаю, вам в дальнейшем будет все более понятней. Так что продолжаем дальше смотреть квартиры. Сейчас, один момент хотелось посмотреть и проверить. Видно ли, не видно? Здесь, конечно, если кто-то поднимается, оно... Вот оно, да? А верх тоже наш? Да. Понятно. Да, она получается... Такая вот сквозная история. Кирпичики нравятся. Типа, ну вот в любом случае, видишь здесь, в чем еще минус? То есть, у тебя вида никакого нет. Просто на стену. Первое, что тебе уже не понравится, что тут темновато. Ну да, я говорю, здесь темно, и даже на камере светлее. И вид просто на стенку. Хороший элемент и на соседей. На стенку и на соседей. Короче, эта мне зона, кажется, вообще не очень приватная. И даже сидеть там не особо захочется. Ну да, потому что это получается, что ты как будто в подъезде сидишь. Тысяча четыреста четыре скотча. 120 квадратов где-то. Ага. Гостевой. Туалет. Полагин. Ага. И здесь место для стиральной машинки. Ага. И сушилки, да? Наверное, еще. Да. Пахнет интересно. Ага. Видок такси. Ты че? Сижу. А, это вот как раз наше. Да, да. Ну... Сау-сау, как говорится. Душевая двойная, блин. Вот это вот вообще кайф. Моя мечта. Хотя ты ванну больше любишь, поэтому... Ну, я все равно душу пользуюсь. С другой стороны, ванна двоих нормальная. Короче, нам этот вариант точно не подходит. Еще он стоит тысяча четыреста. Нет, это полтора ляма стоит. Это нормально. Полтора ляма, это нормально. Вот так вот, ребят. Ну, как бы, да, вокруг есть соседи, но она не в такой степени, что они прямо смотрят. Ну, да, да. У них супер плотняк. Да. А вот здесь это с мебелью или тоже такая же, как с домами? Нет, это все стейджинг. Это все стейджинг. То есть, это они уберут, а вы захотите. Ага. Тогда мы будем прямо договариваться с компанией, которая это делала. А вот что еще, гардеробной нет, то, что ты хотела, что тебе не нравится шкафа. Ну, детишка, да. Вот, да, момент с мебелью. То есть, мы когда смотрим до моей квартиры, везде есть мебель. Вот, но останется только при покупке только то, что прикручено к стенам. Получается, пока мы просмотрим, надо взять шуруповерт и по полику все поприкручивать здесь, что вам нравится. Если вам очень сильно понравится мебель, то, в принципе, можно договариваться с компаниями и отдельно ее выкупать. Вообще прикольная квартира. Ее бы куда-нибудь... Повыше. Повыше, да, это было бы супер. Ну, повыше, наверное, подороже будет. А этот камин декоративный? А, я думаю, что он газовый. Такой же, вон там такая штука. Как у нас, я понял. Расскажу вам небольшую забавную историю о том, как я учила английский язык. У меня было огромное количество преподавателей, начиная примерно с пятого класса, но так и ни один не смог мне привить именно любовь к языку. У меня были и те, кто был очень строгим учителем, и были те, кто попросту брал у меня деньги и во время урока не обучали меня совершенно ничему. У меня есть просто потрясающая история о том, как я ходила к учителю на занятия, а она во время урока заставляла меня печатать гневные сообщения ее сыну, потому что она не очень хорошо справлялась со своим смартфоном. И если бы эти сообщения хотя бы были на английском. Но нет. Я до сих пор под впечатлением, если честно, потому что представьте, как учитель диктует вам следующее. Саша, если ты продолжишь общаться с этой деревенщиной, то ты мне не сын больше. Я тебя вырастила, ты меня не уважаешь, ну и все в таком духе. Если признаться честно, сначала у меня были мысли, типа, о, прикольно, сегодня опять не было урока, сегодня весь день жаловалась на Сашу и ничего не задала. А потом, когда я поняла, что деньги продолжают брать, и мы все еще пытаемся выяснить, когда думается, Саша уйдет от своей девушки, мне их как-то стало немножко жаль. Не Сашу деньги. Хотя Сашу тоже было очень жаль. Но моя мама, кстати, мне сразу не поверила. Она первое время думала, что я так пытаюсь отплынивать от занятий и хочу бросить их просто. В общем, после полутора лет таких занятий я, естественно, забуксовала на месте. У меня впоследствии уже просто дергался глаз от Present Simple. И мне казалось, что я не продвинусь дальше просто никогда. И вот только сейчас, поменяв где-то десятого преподавателя в своей жизни, я наконец-то почувствовала прогресс. Это как с психологом. Нормально менять специалиста, пока не найдешь своего. Благо, сегодня это сделать очень просто, потому что появились онлайн-школы с огромным количеством преподавателей. Одна из этих школ — это школа английского языка Inglix. Сама эта школа создана людьми, которые обучают языку, и она изначально заточена на успешный результат. В школе занятия проходят на английском языке. И да, я знаю, что звучит это немного страшно, но поверьте мне, я сейчас так занимаюсь, и на мой взгляд, это самый эффективный способ. У ребят есть свое приложение, где вы можете подстроить расписание именно под себя. И также в самом приложении вы можете выполнять домашние задания, это очень удобно. Ну и, конечно, зная язык, у вас прибавится больше шансов найти высокооплачиваемую работу. Поэтому после обучения вы получите специальный сертификат, который вы можете использовать при трудоустройстве на работу. Ну или при прохождении зарубежной практики. Для меня плюс такой платформы в том, что вам как раньше не нужно кровью и потом искать своего преподавателя. А там просто огромный выбор, и вы точно найдете своего. В Inglix как раз сейчас можно попробовать первое занятие бесплатно. Вы можете познакомиться с преподавателем и примерно наметить план ваших действий. А дальше, конечно, использовать мой промокод POPOSHI на первую оплату, который даст вам скидку в 40%. Поэтому обязательно попробуйте. Учить язык это несложно. Сложно найти именно того, кто поможет вам его полюбить. И у вас есть отличная возможность попробовать сделать это вместе с Inglix. Смотрим. Следующий объект. Этот. По десятибальной шкале. Это твоя жопа, конечно, 10 из 10. Этот объект по десятибальной шкале где-то, наверное, на пятерку из 10. Ты же ты не сняла штуку. Я сняла все. Ты же туда выходила? Не выходила, она просто с окна. А что тут? И прикольно, что ты вышла вот здесь и сразу идешь купаться. Ну, бассейн и такси. Я не думаю, что я прям буду это, как это сказать, перекрыть. Ну вот здесь тогда помойся. Ты туда жопу сядешь. Ладно? Я хотел тебе такое предложить. Уже начала это предлагать. А я первая. Здравствуйте. Дом построен в 81-м году. Дом 81-го года. Сколько тут еще раз бэйдром? Бэйдром и два туалета. Бэйдром и два туалета. Их красивый вид. Без бассейна. Без бассейна. Это квартира, в которой нет этих дверей. Двери. И открываются двери, да. А что она сейчас живет здесь? Да. Она здесь работала. Да, нет. Мы не волнуем. Она будет флексивальна, чтобы не было бы, чтобы уходить. Окей. Ну да. То есть там центральная цель, там у нас это все. У нас другую, там у нас. А здесь интересная мебель, раз она... Она все заберет. А, она все заберет? Это, видимо, да. Вот здесь вот единственная комната, которая может закрыться? Возможно. По-моему, да. Это здесь туалет. Вот так вот просмотр вместе, где человек еще живет неловко. Ну, не очень все такое новенькое. Раковина страшная. Так, во время монтажа я кое-что заметила. И заметила следующее. То, что на видео все квартиры выглядят гораздо лучше, чем в реальной жизни. Вот только что, например, я ругалась на раковину и сказала, что она уродская. И она реально была уродская. Но на видео это так не выглядит. Так что поверьте мне на слово. Ну, и еще одна важная сноска. Все квартиры, которые вы увидите, хорошие. Для кого-то я понимаю, что это невообразимо хорошие квартиры. Но есть важный нюанс. Все они стоят миллион. Какой миллион? Больше миллиона долларов. А это на секундочку огромные деньги. И поэтому после того, когда ты это понимаешь, тебе не так сильно хочется мириться с большими минусами. Хотя я, конечно, понимаю, что они будут везде. Ну, и плюс видео не передает таких нюансов, как запах квартиры. Не знаю, может быть, затхлые. Ощущение пространства, уюта, мрачности. Ну, и всего подобного. Так что, когда вы слышите критику в этом видео, обязательно держите это в голове. И стоимость, конечно. Очень не хочется идти на большие компромиссы, когда речь идет о таких больших суммах. Ну, и поскольку у нас не горит покупка, хочется найти вариант хотя бы на 80%, который нам подходит. Поэтому в видео мы будем очень придирчивы. Я такой человек, который, это, скорее, сначала смотрит на... Что? Электрическая? Электрическая? Да, это большая редкость. Я, короче, такой человек, который сначала смотрит на минусы, а потом уже такая, ну ладно, давайте взглянем на плюсы. Это что такое? Ой! Ладно, нифига. Это вход. Это, типа, гардеробная. О, гардеробная очень миленькая. Теоретически можно здесь отстроиться. Я теперь поняла, почему тут сказали, что очень много лестниц. Зато прикольные вот отдельные местечки тоже есть. Ну, это рабочий кабинет, типа, который... Да, грамматильный, например. Который как раз вот... Ну, да, светло, но это, конечно, какое-то там... Ну, это вот что-то хитровыебанное, если честно. Да, это хитровыебанная квартира очень, но... Ой. Осторожней. Но я хотел ее посмотреть как раз, чтобы понять. И, по-моему, здесь клевая крыша. Да, клевая крыша. Вот она. Ее моют. Hello. Hi. Sorry for bothering. Ну, да, здесь прикольно. Ну... Здесь крышу построить. Сатир будет жить на чердаке. Я смотрю, даже можно часть ее, в теории... Приспособить под басик. Ну, под джакусь, сколько. Ну, да. Ну, если... Давай договоримся, если здесь будет жить сатир, мы ему обязательно костюм, как у Карлсона, сделаем. Конечно, я думаю, он сам в нем приедет. Он в нем и так приедет. Да. Даже если его напросить. Сколько цветов. Короче, вот она, типа, по документам two bedrooms, но ощущается гораздо больше, чем two bedrooms, из-за того, что, видишь, тут целый, как бы, этаж получается. Ну, да. Да. Вот. Ну, глянули. Этой квартире я ставлю дизлайк. Сейчас мы едем в дом, у которого прикольный вид на приятные здания, но у которого какая-то замудренная история со своим личным дворико-балконом. То есть там какие-то две... Там, во-первых, двухуровневая крыша, чтобы ты понимала. То есть есть выход на крышу, если бы еще выше есть выход. Двойная крыша. Двойная крыша. И там какая-то, блядь, какая-то там муть с тем, что... Опять, короче, хитро выебанная квартира. Там не сама квартира хитро выебана. Там хитро выебана то, что вокруг нее прилегающая территория. Вот мне было интересно глянуть, потому что там выглядит как будто бассейн всего на четыре квартиры. То есть он как бы паблик, но только для ваших четырех хат. Может быть, это я выдумал. А, бассейн, который где такая общая... Да, в п-образном таком закутке. Прошу обратить внимание, с чем я езжу на просмотры нового жилья. С меткой моего старого дома. С меткой металлостроя. Спасибо, дорогой. Я все вижу по глазам. Что ты хочешь мне сказать? Ша-ла-ла-ла. Так же, как от предыдущего... Так, заходим. Сначала у нас здесь такой маленький гостевой тубзик. И здесь же у нас лаундри. Сушилка, стиралка. Удобно. Мне нравится, когда она скрытая, потому что мы были в домах, где она прямо на кухне находится. К этой квартире, напомню, уже было предложение о покупке, так что даже если в теории мы захотим ее купить, надо будет, не знаю, участвовать в торгах. Правда, мне не очень нравится черный камень. У нас в Питере черная столешница, и очень видно марка. Здесь высокие потолки. Здесь выходит на басик. Да, очень маленький. На маленький, да, на 10 квартир. Я думал, их поменьше. Здесь отдельно есть вот такой балкон. Вот это мне очень тоже нравится. Вот здесь отдельно. Ага, на какую-то парковку. Тоже камин. Сейчас я вот здесь пройду. Тоже вся мебель выставочная. Ничего этого здесь не будет. Ну, кроме люстр. А здесь нет люстр. Здесь все встроенное. Сюда в корячь. Телевизор куда-нибудь. И смотрите его. Так, все у нас справа сначала. Посмотрим. Пустая какая-то комнатка. Тоже. Ну, это наша. Тоже a lot of stairs. Это у нас как бы выход на крышу. То есть, тут никто не будет тусить. И я так понимаю, что... Это какая-то... Съемочная, гамательная. Да. И ракету, скорее всего, здесь мыть. И ракету здесь мыть, как мы в целом привыкли. Ванная хорошая, в будущем смысле. Нет, здесь хорошая, да. О, да, спальня приятная. Много места. Тоже камин. Окна достаточно высоко расположены. Из-за этого не просматриваются. Вот эти вроде не просматриваются. Вот эти. Какая большая. Это вообще супер. Краситься. Краситься и сразу же твой... О, гардероб. Вот это вообще класс. Ну, это, я так понимаю, наш гардероб, а не только твой. Потому что второго нет. Будем делиться. Так, ага. Так, наверх. Я, если честно, немножечко уже запуталась. Очередная лестница. О, вот это очень по-европейски. Вот так вот отсюда выглядит. Здравствуйте. Такой по-европейски, да, скажи, вот это выглядит. Мне вот здесь понравилось, потому что, вот то, что я тебе говорил, как раз здесь выходят окна на вот такие крыши. Не совсем типичные для LA. И из-за этого ощущение, как будто ты не в Лос-Анджелесе в хорошем смысле. Ну, вот здесь еще одна крыша повыше нашей. Там будет нас тоже просмотреть. Вот там можно поставить зонт, типа вот этот от солнца, и он будет закрывать. Вот он, кстати, сложенный. Здесь круто то, что здесь есть вода, здесь гриль, здесь холодильник. Ага. То есть ты, как бы, здесь, находясь, можешь полноценно жарить ткань. Здравствуйте. Это, знаешь, как решается? Ты просто ставишь туда чуть-чуть зеленые высокие такие штуки и все. Ну, вот эта часть, наверное, самая приятная. Я понимаю, почему эту квартиру захотели купить. Как бы здесь есть за что зацепиться глазу. Единственное, что знаешь, насколько, типа, вот если какой-то, вот у меня день рождения, я сюда до хера людей позвала, насколько, насколько вот этим вот всем людям, то есть я должна буду считаться с каждым из этих, и даже вот с этими, со всеми. До 23.00 ты можешь это делать. Бассейн на видео выглядит больше, чем когда ты к нему подходишь, но он прям неглубокий. Это скорее вот загорать. Это большие ванны. Да, ну, Нилан, не три, конечно. Ну, вот если без бортика, вот раз, два, три. Это почти три ванны. Ну, четыре, наверное, да. Ну, и здесь многовато людей на такой маленький басик, но вот эта крыша, это просто разъеб. Да, крыша разъеб, ничего не сказать. Мне вот интересного у меня не было. Вот мы как, мы дом смотрим, и я не очень понимаю, как тоже обслуживать, типа, насколько это геморрно будет, хотя предполагаю, что да. И вот мы, когда зашли в предыдущую квартиру, девушка там поливала тоже все, ну, вот это вот. Смывала пыль, видимо, с дорог. Да, то есть это надо тоже этим будет всем заниматься. Но хочется что-то, ну, типа, не такого формата квартиру, как у нас сейчас, потому что хочется попробовать что-то новенькое, и плюс ко всему это огромные деньги. Я все время думаю о том, что на эти деньги можно было бы построить или купить в Питере. Ну, мы, вот, тоже надо сказать, мы пока смотрим реально просто для того, чтобы примериться, посмотреть и... Понимать, сколько мне надо зарабатывать. Понять, какой здесь рынок, и после этого, и после этого возможно принять решение. Но мы, я думаю, купим только в случае, если прям нам идеально понравится сейчас, потому что пока выгоднее снимать все-таки жилье здесь. Вот это очень прикольно. Очень прикольно, но такая, типа, знаешь, как первое, что-то, что... Что в списке наш, что могло бы быть. Павук. Все, мы не берем. Так всегда так будет. Ну, а вот если бы ребенок был, то только вот получается это его комната, а у нас... А у нас ничего больше, да, нет? Где мы в гостиной можем в компьютер играть, где идут? Технически можно в гостиной платить. Я вообще очень как-то позитивно смотрю на мир. Я планирую родить ребенка и сразу в фортнайт сесть. Ну, короче, это прикольно, но тоже дофига лестниц. Мы вот тоже живем в квартире с лестницей, каждый раз, когда нам надо подняться, спуститься, мы такие, о, боже. Красиво. Голые женщины на стенах. Во-первых, тут всякие тети. Тети. А во-вторых, вот здесь, смотри, вот так открываешь дверь, здесь сразу системный блок, тут вот так вот, компьютер, все, РГБ. Это детская будет. Тебе очень идет этот диван. Мне нравится служить. Тебе очень идет эта картина, этот диван и цветочек. Я, наверное... Зеленый диван даже круче, чем синий. А он, видишь, какой, который ты не любишь, на котором следы остаются? Да. Что у нас, какие лапушки? Это, скорее всего, эти уже никуда не поместятся, они уцельные. Ну да. Скорее всего, это уже все. Так, классно. Коммуналка этого ЖК. 500 баксов сверху. Значит, следующий лот, этот дорогущий таунхаус, он стоит лям 900, почти 2 миллиона долларов. Я решил его посмотреть, потому что он постро... Я решил его посмотреть из списка. Полина не очень была заинтересована, но мне понравился, потому что он 23-го года постройки. Рождение. Да, в нем много места, в нем тоже классная крыша, и у него, возможно, есть небольшой прилепочек, пятачок возле входа, огороженный, на котором мог бы тусоваться ракета. Но нет бассейна. Басика нет, да. И еще есть одна проблема у этого здания. Судя по скринам и фоткам, и судя по фотографиям с Google Maps 22-го года, у него часть окон выходит на ебейшую стройку. Посмотрим. Ну, это 2 ляма баксов, это пиздец. То есть мы как бы в теории, какая сейчас ситуация, если мы находим пиздатый дом или квартиру, мы ее берем сейчас. Но не за фулл прайс, естественно, а за... В ипотеку. Да, в ипотеку, но первичный взнос, даже если у меня есть первичный взнос на квартиру за 2 ляма долларов, потому что я усердно работал, вот, блядь, ежемесячный взнос по этой ипотеке, это пизда. Ну, типа, я не знаю, как... это очень надо будет напрять жопу, особенно с маячащей перспективой того, что все время есть вариант того, что YouTube в России залочат. Но поглядеть в любом случае стоит. Никто не говорит, что мы будем брать. Дом, но должно быть интересно. Одно из главных преимуществ вообще этого билдинга, магазин Одессы. Да, там мы часто покупаем... Бесконечные поставки гречки и майонеза. Это мы сейчас, кстати, сейчас тогда с тобой туда и зайдем. Давай. Вот он прям, будет рядышком. Вот это дверь, о которой я вам говорил, которую я веду на олейку. Можно сразу глянуть? Три комнаты, три ванны и крыши. Вот, гараж на две машины. И джакузи, да? Вот, джакузи на крыше, вот что здесь есть. Лестницы. Здесь никто не жил, правильно? Это было снять его. Да, абсолютно. Распорка, никто никогда не жил. Но, наверное, уже знает, у вас гарантия на практически все. В языке? Угу. Возможно, будут какие-то, там, скажем, нацарапины на стене. Это августы, before you know, no zen. Они отпечатывают и... Нет, с этим нет вопросов. Тут скорее покажут. Высокие потолки. Да. И потом, что мы вообще... Сначала... Вот здесь вот ракету мыть. Да. Автоматический свет. Я зашла, сразу включился. Это точно игровая комната, кабинет. Ну, там окна в окна еще жестче. Тут? Ну, вон ты зашел. Нет, вот здесь вот у тебя прям тут. Когда будет выстроен тоже? И тут будут, да. Где тут стена прям близко. Хорошо, что здесь на первом этаже, когда ты заходишь, сразу можно помыть лапы этому чудику. А, посмотри, прикольно, да, я зашла за светом сделал. А, здесь с датчиком? Да, вон, смотри. Здесь музыка, конечно, какая-то. Все новое пахнет. Приятное. Светло, мне нравится. Светло. Идем. Тоже постирочная. Первая комната с, наверное, гардеробной. Да, здесь надо монтировать, по идее, эти полки. Это, наверное, мастер-бедром. Мастер-бедром, да. Мастер-бедром с огромной... Вот такие души я обожаю. Вот ты туда заходишь, ой, и ломаешь его. Понимаете? Вперед надо, надо. Я думаю, назад. Не, я не хочу. Давай, я сломаю. Спасибо. Все, заходи. Сейчас можно мыться. Смотрите, какая невоспитанная. Меньше года живет в Л.А., а даже в душ обутая заходит. Было круто. Почему у тебя сюда два разных зеркала, если не одно большое? Ну, чтобы у тебя подсветка была равномерная у двух лиц. Так ты, когда одно большое вот такое с тобой... Вот это не будет тогда, получается, перемычки. Тогда зачем у тебя вот так вот будет? Ты же с бачку. С какой бачку? Ты же с бачкой от этого зеркала. Вот это, кстати, у меня очень круто. Не во всех квартирах это есть. Дополнительная стеклянная дверь. Это здорово. Короче, да, отстой в том, что ты как бы окнами выходишь на... Со всех сторон. На каких-то прям людей. Выходят с три стороны. И на помойку чуть-чуть. Три стороны, все три. Вон тут собака. Хей, собака хорошая. Ставьте лайк, если будь здорова. Это игровая? Нет, внизу игровая. Здесь скорее какой-то, ну, типа съемочный. Очередная лестница, ребята. Видно, глют. Пока что виден, глют. Пока не будет, но пока что видно. Тут почему-то котами пахнет. Тут котами пахнет? Да. Но у кого-то коськи. Это, наверное, с... Кошка, не подходи. Врешь. Да. Блять. Я делаю, как-то дезинькошечий запах. Ну, это видишь, как раз для избежи, чтобы не... Но я думаю, их наоборот надо ставить. Да, смотри, у кого-то лаундри на улице. Здесь, кстати, да, в этом углу кошкой пахнет. Фу. Это соседская такая же. Смотри, как мы будем... Ну, можно... Прямо это, сжать руки всем. Я тебе говорю, вот эти вещи все просто надо выставить вот здесь. То есть, чтобы здесь были эти... Изгородь зеленых. Это джакузи, да? Так пофиг на джакузи. Фу, там вода, да? А что-то еще тут двойная крыша, да? А, нет, это в прошлом. Нет, нет, все. Блин, одесса. Ну, неплохое место. Но, блядь, супер конских денег стоит. Плюс тройка сбоку. Да. Но новенькая. Ну, да, какое-то соседство неприятно близкое очень совсем. Можно, наверное, в теории все засадить здесь зеленым. Ну, я не знаю. Ладно, пойдем. Ну, хотя бы одну нашли прикольную. Ну, одну прикольную, да. Первый раз, вот, наверное. Ну, и вид, да, вот то, что были, вот, видно. Надпись для галочки. Интересное приспособление. Мы только что заметили, что в этом там хаусе, у них во дворе, для того, чтобы машины могли разъехаться. Чтобы можно было развернуться. Чтобы можно, да, точнее, было развернуться. Ты сюда заезжаешь, встаешь, и здесь вот такое круговое движение совершаешь. Примерно вот так это все выглядит. Пока мы, я думаю, будем смотреть дальше. Пока у нас есть там время, желание. Все равно это ничего не стоит, на какие просмотры ходить. Просто насмотренность. Вот. Спасибо за просмотр. Ну что, продолжаем просмотры квартир. У нас, по-моему, домов сегодня не будет? Нет. Мы поняли, что нам не по зубам. Мы, на самом деле, уже три раза, как минимум, думали о том, что нам вообще не нужно ничего покупать. Ты чисто от отчаяния смотришь на цену, так, да, вот нахуй все, блядь, вообще. Да, и в итоге мы сошлись на том, что мы продолжим просмотры квартир чуть дешевле. Для вас. Для вас. Конечно, нам это вообще нафиг не надо. Примем решение окончательно после того, как поймем, как здесь вообще работает кредит, ипотека, короче. Мы сегодня отправляемся на просмотр четырех квартир, и они, в принципе, в нашей ценовой категории находятся. То есть, в теории, если мы сегодня найдем квартиру, которая выглядит для нас, ну, хотелось бы сказать, идеально, но я понимаю, что идеально навряд ли получится, то тогда мы будем уже более плотно думать о том, чтобы покупать здесь свое жилье. И мы ее не покажем, если она будет крутая, то, к сожалению... Там была уже одна крутая, которую Полина не хотела снимать, потому что сказала, а вдруг мы будем в ней жить? И я посмотрел на ценник такой, нет, снимай. Сегодня в подборке у нас невероятный лот квартира, которая стоит ровно миллион долларов. Ни больше, ни меньше. Если она вдруг окажется классной, потому что ипотека на квартиру, которая стоит там не лям 700, лям 800, а миллион долларов, это вообще, типа, для меня это настолько по зубам, что это и решит все наши проблемы потенциальные. О, у нас сегодня три квартиры в Беверли. А, да. Гадем, да, ты была права, что 90-210 это индекс. Мы сегодня смотрим квартиру с индексом 90-212. В двух единицах от сериала. Ладно. Первая квартира находится в районе Вествуд. Это очень близко к Беверли-Хиллз. Я бы сказала, даже улица, которая упирается в нее. И вот эта вот Родео-Драйв, которую я вам в прошлом влоге показывала, офигенная улица, это прям в шаговой доступности. Так что сейчас пойдем смотреть. Какая дверь. Ой, какая кухня красивая. Кухня очень красивая, да. Она вроде чуть темновата, но... Так, это 80-й год постройки. 1980-й год дома. Два бедрума и две ванны. Ага. Миллион восемьсот. Но я хочу тебе сказать, что эта квартира будет проще купить, чем остальное, потому что тут несколько лимонов уже будет ездить. Да, очень красивая плитка. Мы в некоторых квартирах, когда смотрим, замечаем, что нам не нравится... Что нам не нравится кухня. И мы предполагаем, что мы когда будем... Если, допустим, купим квартиру какую-то, что придется переделывать столешницы. Ой, здесь вид очень красивый. Тебе какой-то очень пожарился там. Сейчас. Блин, мне как нравится. Это одиннадцатый этаж, да? Угу. Одиннадцатый этаж. Я так понимаю, здесь тоже есть всякие торговые центры, реальные сушарные доступности. Мне нравится пол. Мне нравится потолок. Мне очень нравится, что здесь подобная различная подсветка. Красиво. Я думаю. Ага. Ага. Мамочки. Вот у меня будет... Это с квартирой. Это был витон, Сафи. Блин, очень большая коробка. Что, уже не так дорого, да? Не знаю. Дорого, конечно. Уже и можно подумать, как будто... А в ванной все очень красиво. А ты зайди вот туда, в душ, направо. О, как! Блин, это душ, как у меня в квартире, которая, я тебе говорила, моя любимая в Питере была. Точно вообще. Вот примерно такой же размер был. И стояла тоже эта ступенечка. Я, если честно, очень надеялся, что тебя напугает та же херня, которая напугала меня. Потому что, когда мы зашли, здесь автоматически открылась вот эта сидушка и зашипела. Типа, добро пожаловать, срад. Вот такая. Ты будешь смотреть, Типа? Да, я просто вот... Мы будем так убеседовать. Ты будешь какать, ты посидишь, и наоборот. Ты будешь какать, я буду... Как там? Плакать. Слушай, классно. Вот эта параконка клевая. Да, очень клевая, приятная. Я только не понимаю, здесь солнечная сторона или не солнечная. Да, то, что два окна в пол и тут и угловые очень красиво. Даже то, что сюда не попадает прям напрямую свет, все равно то, что тут такое большое окно, но... Да, вид очень красивый. Тебя опять напугал туалет? Да. Надо было, чтобы ты туда зашла. Не, а мне такие вот... Блин, почему я не догадался? Это для ракеты? Да, тоже сканечка. Словно, что они в начале, конечно. Ну, тут все равно не сильно большой заворот. Здесь я посмотрел, такой вот шкаф-то просто для стаффа всякого. Блин, ну, при условии такой огромный кромкировый? Да. А это типа гамаль, ну, кабинет. Слеж, комната сатира, правильно? Да. Ну, прикольно. И мне нравится, что два выхода на балкон. Да. И здесь очень тоже это примерно много для сохранения. Да. Я стала обращать внимание везде, какой пол, и здесь мне нравится. А ты стала внимание на него обращать, потому что кое-где ковролин уебанский? Нет, я стала так делать, после того, как у нас в квартире, которую мы сейчас снимаем, отвратительный пол, который царапается, и ракета просто там когтем проводит, и там яма как будто бы она... Ну да, очень марки, короче. Слушай, ну классно. Это, я думаю... А здесь есть джим? Да. Джимбилуши. Входи. 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 Да, да, в здании. И свимин? Да. Все это было. Это вообще круто. Ну да, прикольно. Ну да, хотелось бы только, чтобы она еще более солнечная была. Ну вообще она прям один из топовых. Супа, чучно. Лайк. Надеюсь, нам тоже понравилось, ребята. Чувак, который делал этот ремонт, у него очень много объектов недвижимости, он делал его в проекте со своей женщиной, у него изменились отношения, но он все так и не въехал. То есть этот ремонт, он вбухал что-то больше ста кусков просто в потолке, чтобы поднять их в эту иллюминацию. Да, он делает для себя и вообще здесь не жил. Холодильник новый, с него даже стикер не снял. То есть это вообще нулевая хата. Прикольно. Можно. Можно об этом подумать. Вот комната сатиры на самом деле. Давай проверим, комфортно там жить или нет. Заходи. Почему нам нет? Заходи, заходи. Представь, что ты сатир. Илюша, в Америке. Комфортно? Очень комфортно. Я думаю, Илья понравится. Илья, пожалуйста, приезжай скорее. Ну, типа, здесь можно позагорать. Конечно, не такая приватная обстановка, как даже вот где мы сейчас живем, потому что здесь рядом дорога. Ну, имеется в виду, не очень тихо. Мы стараемся смотреть объекты, в основном, с бассейном, потому что здесь действительно очень жарко, и рядом с океаном мы жить не хотим, поэтому остаются только такие варианты. И после того, как мы пожили в квартире, которая у нас уже есть, и тут есть бассейн, то как-то хочется хотя бы вот такой небольшой, ну, нормальный, кстати, не могу сказать, что он маленький, хороший бассейн. Вот и людей нет, и джакузи даже. Поэтому, в принципе, такой вариант можно было просмотреть, не знаю. Чуйка, конечно, подсказывает, что мы это не возьмем, но квартира действительно стоит своих денег. Поехали на второй объект. Седания сошлись на том, что это очень хорошая квартира, но как-то чуйки по поводу того, что это наша, чтобы мы ее купили, у нас нет. Короче, стоила бы она хотя бы на 150 кусков поменьше. Чуйка бы проснулась. Чуйка бы была. Это отличное предложение. Мы бы, ну, даже если бы мы некомфортно себя чувствовали в ней живя, мы бы ее потом продали вообще без проблем, потому что, ну, она замечательная. Все, едем смотреть следующую квартиру. А она находится в каком районе? Пипки-попки. Нет такого района. Берли-Хиллз. Мы едем по Берли-Хиллз. Так, в этой квартире все еще продолжают жить люди. Это у нас уже второй такой просмотр. Сказали, что вот этот кинотеатр, он, значит, остается. И самый прикол, что здесь рядом сразу же второй телевизор. Сразу же минус. Мне не нравится, когда вот так вот окна в окна. Здесь есть ежемесячный взнос. Ежемесячный взнос в районе полутора тысяч. Но в него входит газ, интернет, и вода, и всякое такое. Вот. Заходим и сразу же попадаем вот в такую ванну. Это, так понимаю, в теории место, где мы будем мыть ракету. Это очень удобно, потому что это рядом с входом. Такой здесь шкафчик. Очень низенькие потолки. Они, наверное, на ширике выглядят выше. Но как бы нет. И комнатки достаточно тесненькие, маленькие. Но это прям Беверли-Хиллз и еще ближе к Родейл-Драйв, чем и прошлая квартира. Это такая вот рабочая-нашагамательная могла бы быть. Занимательная вещица. Вот такой вот вид. Ну, ничего, хороший. Здесь, на самом деле, мы когда подъезжали, еще очень приятная улица. То есть, улочки. Я еще вам не рассказываю какие-то вещи, которые включены. То есть, я делаю больше акцент на том, как выглядит квартира. Ну, допустим, нам сейчас показывали два парковочных места, которые еще входят. И место для хранения. Ой, какая милость. Детская. Угу. Это писсуар, действительно? Ой, да, по-моему, это детский писсуар. Прикол. Туда надо попадать. Видимо, она крутится. Прикол. Хочешь такой? Хочешь такой, конечно. Не хватает разрешений, когда описываю. И основная спальня с гардеробной. О! Ой, мне так нравится, когда гардеробная вот так вот перетекает ванная. Ванная хорошая. Большой опять душ. Но, конечно, в отличие от той квартиры, видно, что это здесь уже люди жили. В той квартире все-таки плюс, что никто не жил. И вот это вот на фотографиях очень загадочные шторки. Я не очень поняла, почему они занавешивают. Видимо, там не очень приятный вид. Да. Как я и думала. Хотя вот здесь вид очень такой красивый. Я, если честно, не знала, что рядом с Беверли есть высотки. Я думала, он весь такой одноэтажный. Сколько здесь квадратов? 170. 170, в той поменьше. Ну, он не выглядит, если честно, на 170. Ну, это и стоит меньше. Ну, да, старенькая такая. Но я не знаю, русский мне не нравится. Ну, я вам так скажу, ребят. Я понимаю, что уже к этому моменту для большинства из вас вы сидите у экрана и говорите, вы что, охуеть, это охуеть. Квартира, вы что же вырубестись. Но мы как бы сравниваем с тем, что мы уже видели за похожую стоимость. Поэтому мы говорим, что очень, не очень. Мы же как бы ищем идеальный вариант для себя, а не просто, что, типа, вот, хотя бы здесь. Нет, ребят, это огромные деньги. У нас нет столько денег. Мы берем квартиру в ипотепу. Но когда ты платишь такую сумму, ты, естественно, уже придираешься ко всему при условии, при условии, что ты реально видел за меньшую сумму квартиры лучше. Все. Только поэтому. Так, нам покрою встретить вас. 595, 2 bedroom 3, 2,5 туалета, самая большая 2111 square feet. 200 квадратных метров. 200 большая. Да, она большая квартира, но две комнаты. И H-A-Way здесь 2721. Построен он был в 75-м году. Конский взнос за... Здесь 3 тысячи? Да, почти 3 тысячи. Наверное, если входит интернет, как там? Интернет, вода. Надеюсь, туда входит просто улыбка при входе. Да, вот такая. Итак, 200 квадратов. Сейчас посмотрим. А! Ну да, она большая. Она нормальная вообще. Прикольно, что здесь стена такая, ну, типа, что они не стали здесь стены сделать, а именно окно. Оконного типа. Это такое лобби некое, с видом. Какая паутина красивая. Не хочу туда, куда ты меня позвал. Кухня светлая. Она меня сутила на фотографиях, потому что я подумал, ну, она как закуток, а она новая. Какая красивая плита. Да, очень симпатичная. Не знаю, насколько это удобно, но это очень красиво. Чисто, просто. А, блядь, смотри, как тупо. Хочешь, покажу тебе фокус? Холодильник включает свет в себе, но выключает здесь, но вот так, кажется. Почему? Но вот так выключает. Почему? Потому что тут вот включатель света. Блядь. Это очень тупо. И ничего с этим не сделать. Ну нет, можно перенести выключатель. Смешно, что мы нигде холодильники не открываем. Да, я думаю, они не рассчитывают на то, что кто-то будет лазить. Ой, а где я оказалась сейчас? Кажется, в мире Майнкрафта. О, ну все, иди сюда. Дрочить подано. Ну, та посимпатичнее была. Ну, зато это с размером, как мы в Сочи снимали для сноуборда в отеле помнишь комната. Да, красиво, но свет дурацкий. Это все вот на свет, я смотрю, я люстру сменить вообще могу в два присеста. Да ладно? Да, так. Конечно, без люстров просто темная комната очень. Это мастер-бэдрум. Она прям такая. Тоже выход на какой-то тут балкон. А, ну на этот же балкончик. Много шкафов хранения. Ой, смотри. Да, я вижу. Это красился джокерский макияж. Пахнет мочой. Кто-то ссал тут. Да, я... На эти кораллы. Не хочу тогда, уже как-то долго тут... Вот раковина, кстати, вот раковина. Прикольно, что, ну... Две раковины напротив друга. Да. Мне нравится, что у каждого своя. Вот это твоя вот... Ты не уходишь, потому что моча здесь пахнет. Я так понимаю, остался. Я пошла. Вот тут мыть ракету. Ну, он сюда может перешагивать. Нормально. Да, низинка. Ну, короче, гостевая. И там будет гостевая, получается, комната. И для нас это будет... Кабинет гамательная, да. Нихуя себе не. Это выглядит как праймари. Это даже выглядит прикольнее. Да, она мне даже больше нравится. Угу. Да, вообще какая-то темная. Но там ванна. Да, как будто рабочий слэш... Слэш гамательный должен быть здесь. Почему не везет вообще на светлые квартиры? Единственная светлая квартира, это была вот при том просмотре, которая нам понравилась. Все остальное, как в очке. Слушай, если у тебя в очке столько места. 200 квадратов почти. 200 квадратов в очке. Я могу по свету. Ну да, она действительно какой-то этот... Подвальненький чуть-чуть. Я понимаю, что весь этот влог... Оно на видео смотрится лучше, чем в жизни. В жизни сейчас я сделаю. В жизни смотрится вот так. Да нет, все равно на камере... Не-не, вот так смотрится. Смотрится лучше, если честно. Сейчас 4 часа дня. У нас самый разгар солнечного дня. И здесь прям... Ну, здесь вот так. Это... Это темно. Такое. Ну и за внос такое тоже не хочется подписываться на 3000 долларов еженесечно. Мы это не считаем нашу ипотеку. Да? Трупа. Yes. Stupid. А ну, поехали, дай его. Поехали. А у нас последний остался. Да? Да. Быстро. Ну все, 4 посмотрели, 3 тысячи посмотрели. Четвертый просмотр на сегодня это квартира, которая стоит всего... Ну, как всего. Ну, по сравнению с тем, что мы видели, всего миллион долларов. По фотографиям она была вроде ничего. И даже если там в ней будут какие-то недочеты, их достаточно легко... Можно за ту сумму, которую мы, грубо говоря, не заплатим, на эти деньги сделать какие-то изменения, типа ремонта и все такое. Поэтому к этой квартире я не буду сильно придираться. Я думаю, если она на процентов 80 будет меня устраивать, это уже хорошо. Мы сейчас находимся в другом районе. Мы отъехали от Беверли. И очень близко находимся к месту, где мы сейчас живем. Это Вест Холливуд. Мне очень нравится этот район, потому что он на самом деле, вот Даня сказала, он не такой вычурный, типа не такой дорогой, богатый. Мы как будто себя более органично чувствуем в менее помпезном месте. Но мне, в принципе, и тот район, и другой вполне нравится. Так, это здание 74-го года, да? 73-го. 73-го. Так, в этой квартире 120 квадратов у нас. И две спальни, и две ванные комнаты. Мебель, как я уже говорила, это все выставочная. То есть, если мы берем эту квартиру, остается только то, что прикручено к потолку и стенам. Ну, вроде миленький вид. Странноватая кухня. Но, в принципе, этот вопрос тоже решаем, я думаю. Даже если столешница бы такая осталась, я бы, конечно, хотела другого цвета. Хотя, может, оно не будет сочетаться с этой квартирой. Она такая немножечко в теплых тонах. В общем, мы здесь с вами, значит, заходим и упираемся сначала в такую коморку. Это, видимо, шкаф. Здесь у нас вот такой проход к кухне. Вот это основная зона. Тоже очень темно, но, если честно, здесь даже мне больше нравится вот так. Помню, если вы помните, в той квартире предыдущей тоже была история с угловой комнатой, где вот такой балкон. И здесь это выглядит даже приятнее. Так, это не главное? Не знаю, я не был. Ковролин. Тут прикольный вид. Ну, и там тоже. А, ну, на бассейн. На бассейн, да. Да. Тихая улочка. Здесь можно мать ракету. Какой смешной низкий туалет. На видео не видно, но она как бы такая по сравнению с предыдущими квартирами. Здесь видно, что все такое, видите, неровненькое, не новенькое, не свеженькое. Да, но не выглядит слишком потрепанной. Ковролин нам не очень, конечно, нравится эта история, но, в принципе, с этим можно смириться. Этого. Мне не очень нравятся такие шкафы. Я не очень люблю. Очень узкие полки. Их много. И мне нравится, когда ты можешь увидеть все сразу. Так, тоже какой-то шкаф. Здравствуйте. Это ванна душевая. Душевой нет, да? Нормальный. Типа здесь, видишь, считается, что это душевая. Ну да, я поняла, что в плане, как я привыкла. Не с плоским полом, да. Красивая ванна. Ну, типа, вот это мне не нравится, а вот это очень даже хорошо выглядит. Вот с этими шкафами вебанскими, которые вот так раздвигаются. Ты знаешь, что надо сделать? Сделать прозрачные двери и вебануть туда деревянные штуки с подсветкой, чтобы это было. Да, ты понимаешь, зачем, да, здесь зеркало сделано, чтобы было больше места и смотреться можно было. Но это похуй. Потому что в целом вот здесь, смотри, как хорошо. Ну да, вот эта комната очень приятная. И мне очень нравится вот это окно, которое... Да, окно интересное. Оно над деревьями такие хвойные, красивые. Здесь можно какие-то штучки даже ставить, если тебе хочется, знаешь, типа, что это ещё и как полочка. Приятная мебель здесь, кстати. Выставочная. Ну да, ну в плане, что мне нравится, как она здесь. Ну, типа, этой квартире это подходит. Какой балкончик. Запрещена сушилка и стиралка? Ну, типа, стиралка. Ну, типа, но её можно поставить, никто ничего не скажет, типа. Так, а почему изначально? Потому что как-то на этаже есть стиральная машина, и, типа, видимо, какая-то история с... Какая-то к заводу, поэтому... Да. Have you ever lived without it? No. Бонус этой квартиры в том, что и здесь есть место для Ильи. Даже со стучей. Можешь проверять? Да. Ну Илья любит, когда у него темно. Класс. Илье понравится? Класс, приезжай уже, скорее. Отношусь, конечно, очень скептически относительно того, что, типа, нельзя свою стиралку. Я бы просто пусто надел свою стиралку. Ну, если они могут жаловаться потом. Ну, будем платить штраф за стиралку. Ну, это бред. Не знаю, я не хочу не стирать у себя дома. Ну, здесь, скорее всего, надо делать... Ремонт. Ремонт, да. В целом... Но она вся темная, блядь. Ещё тут оказалась история с кондиционером, который обычно выводится на крышу. Но он находится вот здесь. И он очень шумит. Мы его выключили. То есть это немножко странно. Если эта квартира попадёт в это видео, то значит, мы её не берём. Вот. Поэтому пока будем думать. Но я, наверное, склоняюсь больше к тому, что нет. Менять конди, менять полы, менять кухню, менять ванны. Ну, да. На видео прикольнее смотрится, чем в жизни. Но в жизни тоже неплохо. Короче, ладно. Непонятно ничего. Круто. Всё. Поехали домой. Вот с этой квартиры мы думали дольше всех. Потому что, если честно, очень был велик соблазн купить что-то не за 2 миллиона долларов. Но взвесив все за и против, мы поняли, что эта квартира нам не очень-то и подходит. Основным моментом это было отсутствие стиральной и сушильной машины. И возможными будущими проблемами, если мы всё-таки решим это, поставить в своей квартире с управляющей компанией. Для меня это показалось очень и очень странно. На самом деле очень сложно осознать, что ты покупаешь квартиру за такие большие деньги, а тебе ещё могут диктовать условия, где ты будешь стирать, не знаю, свои трусы. Нам, правда, сказали, что, конечно, вы можете установить. И даже у трёх, у трёх, внимание, жильцов, есть своя стиральная машина. Но никто не может гарантировать, что на том же собрании HOA нам не вынесут мозг. Ну и ещё на видео, как я уже говорила, не присутствуют запахи. Мы, когда зашли в этот дом, там был такой запах старости. И очень старый лифт, и, короче, как-то и бассейн на самом деле, он хоть и на видео выглядел даже ничего. На самом деле ощущение такое, что купаться ты в нём никогда не захочешь. Очень грязный. Поэтому этот вариант отпал. Твёртая квартира. Интересное очень у неё расположение, потому что здесь два этажа. Но если вы заметите, второй этаж, он как бы сразу... То есть мы оказываемся на втором, нам надо быть на первом. Потому что главный вход на втором. Прикольная кухня, хорошая, большая, но... Но есть окно в коридор в общий странный... А, подожди, это не окно в коридор. Это ебать какое окно на самом деле. То есть тут, я думал, тут сверху, а этот просто закрытый этим. Я тебе говорю, что здесь не видно, но слышишь, как ты слишком к людям очень... Да, очень просматриваешься. Тоже интересное зеркало. Вот это вот вся история, когда готовишь... Хочешь смотреть, как ты это делаешь обычно. Да, вот здесь вот тоже такая... Маленький гостевой, то когзичек вообще прям малюсовочки. Ну, нормально. Тоже красиво, по сути своей... Ну, когда далека смотришь, красиво. А, блинешь, подходишь. Вот тут грустно, это... Ну, весь не так грустно, как на первом этаже. Ну, да. Взнос? 600 баксов. За служение 6 долларов, да. Тут тоже есть... Тут тоже есть окно в карибор, но оно... Какой-то такой... Заклеенный херушек какой-то. Вайп очень отельный. Здесь хорошая ванна. Душ, ванная. Я думаю, часто у вас бывает такое, что вы так жестко посрали, что вам не хочется возвращаться в семью. Значит, делаете свои дела. Потом такие, господи, какой ужас. Я пошел. Прямо из ванной. Уебываешь нахуй свою квартиру. То есть, по сути, ты можешь подняться вот здесь и зайти в свою квартиру вот таким вот образом. Здравствуйте. И дальше еще есть плюсов. Здесь большая гардеробная. Что... Ну, не прям большая, но хорошая. Просто гардеробная здесь должна как бы все поместиться. Что тебя от этой квартиры оттолкнет, да. Сюда смотри. Блядь, я уже его видел. Знаешь, откуда он взялся здесь? Ну, наверное... Зашел через головной вход вежливо. Она какая-то прозрачно как аквариумная. Потому что там в коридор окна... Мало того, что она аквариумная, она еще и темная. То есть, здесь прям подвальный вайв, хоть и окно вообще. Она может быть супер уютная, но это не тот уют, который мне нравится. Мне все-таки вайв такого повыше жить, такого вот хочется больше. Но я вижу какой-нибудь прикольный на Пинтере, знаешь, типа сделано здесь все вот уютненько. Потому что балкончик-то на самом деле миленький. Да нету... Да... Типа я не хочу просыпаться и смотреть на облезанную стену. Не знаю, тут темно и желто. Это, конечно, можно все исправить, но... Это тоже отель, Макиндогрин. Это супер отель вообще. Это вот особенно вот... Ну, понятно, что они белый халат повесили, но это прям, да. Да. Как будто мы... Это вторая комната, там мастер-бэдом была. А вот это... Чего? Чего? Это кабинет. Типа это кабинет. Вот. Ну, такая же история, с ними поближе. Это не самый плохой вид, конечно. Ну, не самый... Ну, не самый хороший. Хороший, да. Тем более вот это ядко, они тоже живые какие-то. Ну, да, скорее всего, у них вид на нас. Не знаю, мне вот здесь работать не хочется. Да, работать не хочется, да и жить, если честно. Жить тебе не хочется? Ну, просто жить. Если у вас такие же проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к специалисту. Итак, какие же выводы мы сделали, проведя несколько недель на просмотре огромного количества жилья в Лос-Анджелесе? Первый вывод – это невероятно конские цены. Это просто... Это в мозге не укладывается. В общем, вот такой удивительный факт, не правда ли? Стоило провести около двух недель, чтобы понять, что это является правдой. И дело даже не в том, сколько стоят, по сути, квартиры или дом в хорошем районе, хотя это, конечно, мое почтение. А дело в том, что плюсом ко всем этим расходам идет еще налог и уже упомянутый мной выше HOA, который иногда доходит до 3000 долларов, как вы уже слышали. И это просто... Это просто невообразимо много. Условно получается, если ты, допустим, выиграл 2 миллиона долларов в лотерею, или, я не знаю, накопил на них кровью и потом и решил купить себе недвижимость, то ты в любом случае будешь платить где-то 2000 долларов ежемесячно. И чем дороже твоя недвижимость будет, тем выше будет этот налог. Значит ли это, что в Лос-Анджелесе невозможно купить недвижимость за приемлемую стоимость? Думаю, что нет. Думаю, что это возможно, но сделать это очень трудно и придется потратить огромное количество времени на поиски. Поэтому нужно запастись терпением и ждать ту самую квартиру или дом. Они бывают, только они очень быстро уходят с рынка, потому что их очень быстро раскупают. Я надеюсь, что это видео было для вас очень интересным, ну или хотя бы познавательным. Ну и обязательно пожелайте нам удачи. И да, если вдруг среди наших зрителей есть те, кто сейчас продает шикарный особняк в Лос-Анджелесе за 1000 долларов, обязательно напишите об этом в комментариях, мы обязательно с вами свяжемся. Субтитры создавал DimaTorzok